Кризис в Армении, кризис в Нагорном Карабахе является предметом пристального изучения о том, что там происходит. И, судя по всему, глава государства действительно пытается держать руку на пульсе. Азербайджанская сторона сейчас играет в очень такую интересную игру. Она находится под большим влиянием Турции, она находится под большим влиянием Израиля. И, соответственно, израильское лобби в какой-то степени то ли оно не сработало, то ли сработало не так, как посчитало необходимо, оно должно было сработать, азербайджанская сторона. И азербайджанская сторона решила взять паузу. Владимир Путин достаточно четко дает понять, что подписание любого документа будет проходить в присутствии обеих сторон, обеих конфликтующих сторон, армянской и азербайджанской. Поэтому, я думаю, что идет серия разъяснений позиции армянской стороны, разъяснение позиции российской стороны в связи с... То есть, последует и встреча с Алиевым на днях? Вполне вероятно, но не поручусь. Думаю, что у Владимира Путина, который находится на очень такой тесной телефонной связи с Эрдоганом и с Эльхамом Алиевым, насколько мне известно, есть определенные или предложения, либо сомнения, которыми он решил поделиться с Николом Пашиняном. Судя по всему, Эльхам Алиев очень хочет избавиться от российских миротворцев. Именно поэтому он, возможно, делает вид или попросил сделать вид, что их там нет. И это такой информационный прием, который в дальнейшем должен сыграть роль фактора в надвигающихся переговорах. Но полагаю, что позиция России здесь достаточно принципиальная. Речь идет, наоборот, об усилении присутствия России в зоне конфликта. Для обеспечения ей полностью всех тех функций, которые на нее возложены с соответствующим соглашением. Россия пытается найти ту золотую середину, которая могла бы сделать этот документ реально действующим. Потому что мы видим на контрасте, что американцы торопятся, европейцы торопятся. Все хотят выступить миротворцами и подписать хоть какой-то документ. Но вопрос в том, будет ли этот документ работать, будет ли он рабочим. Вот это самый важный вопрос. По мнению российской стороны, насколько мне известно, любые документы, которые сейчас могут быть подписаны, подписаны в спешке, под внешним принуждением, они не будут исполняться. Это только усугубит ситуацию. Потому что скверно отразится на репутации. В том числе на репутации американской, европейской сторон, которые планируют выступить гарантами. Неисполнение, безусловно, бросает тень на так называемых гарантов. Правда, у нас есть очень плохой пример с Минском-2, когда европейские страны, Германия, Франция, поручились за то, что Киев будет выполнять соглашение. И, как выяснилось, попытались обмануть российскую сторону и донбасские власти. Есть плохой пример. И этот пример, безусловно, невольно экстраполируется на то, что происходит сейчас между Арменией и Азербайджаном. Субтитры создавал DimaTorzok